Художники комиксов — это лучшие люди вообще на свете. Они наиболее какие-то... Я очень редко встречал, по-настоящему каких-то злобных, подлых и так далее художников комиксов. Проект «Респект» будет называться. Респект. Мы даже хотим назвать «Респект и уважуха», но у учителя скажут, что слишком неформально. Социальные вопросы, социальные проблемы, когда люди о них хотят поговорить, надо делать это нескучно, не как-то там типа там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а собраться весело. Мы собираем 10 художников со всего мира, они прилетят, и мы будем рисовать совместные истории о вопросе того, что все культуры, все население Земли мощно перемешивается, и далеко не всегда это гладко, и вообще надо как бы собраться и понять, это благо или ужас. Мы должны либо бояться людей другой культуры, или должны либо мы с ними подружиться. Ухихус, вместе с Настей, с Аней, родилась эта идея сделать комиксы против расизма, против ксенофобии. И они просто послали там по рассылке вот какое-то там письмо, типа там, ну надоело все это. И я почему-то вот получил вот такое письмо. Мы встретились, ну вот, и это было, ну, года два тому назад, так что вот еще долго посидели, сидели, вот, работали над концепцией, а потом решили поддать заявку Еврокомиссии. Мы получили заявку, ответственно, как Гёте, и когда мы ее вскрыли, мы были просто счастливы, потому что вдруг в одной заявке, в одном тексте соединилось все сложные, социально значимые темы, очень болезненные, не только для России, но и для стран Евросоюза. Сотрудничество в сфере культуры, правозащита, такие важные слова, как толерантность, терпимость. А самое главное, и то, что мы не устаем ценить в этом проекте, это возможность рассказать о необыкновенно сложных вещах языком, картинкой, понятной и близкой молодежной аудитории. Мы определяем нашу аудиторию как такие, ну, как подростки и молодые люди, то есть это школьники старших классов и студенты там, первых курсов, ну или вообще студенты. Потому что нам кажется, что в этом возрасте еще можно что-то изменить. И, ну, если человек в этом возрасте поймет, что он может думать своей головой и сам принимать решения, и что есть нестандартные взгляды на мир, да, то это очень хороший залог на будущее. Это был построен в 1904 году, и это было на то, что Татарский mosque. Это один из самых старых москов в Москве. В Москве есть только четыре москова, которые сейчас являются большим интересом для Москвы. Киево-Руссия была паганная страна, и после того, что она была бептизирована в Владимире, эта новая религиозная религиозная религия много символов, много архитектурных трейдов тоже из Бизантии. Мы сейчас идем в одну из центральных московских синагог. Эта синагога очень интересная, потому что она была построена в начале 20-х веке, и в основном она не была дыма. Дыма была построена только 10 лет назад. Она прошла к пармейцеву, и стала такая собака ровень. Каждый нормальный человек, внутренний, немножко ксенофоб, немножко диктатор, немножко агрессор и так далее. И для меня самое важное в антифашистской деятельности это первый шаг, это то, что я называю в шутку таким фашистским камин-аутом. То есть признание себя фашистом. То есть признание того, что в каждом из нас живет маленький фашист. Маленький расист, маленький тоталитарист и маленький милитарист. Ну, во-первых, просто люди раздражаются, но это лично. Да? Я не знаю, не знаю, нужна ли здесь толерант Насте. Она так раздражает, что она не нужна. Она так раздражает, что у меня есть разные проблемы. Да. Поэтому в карманах нет, и если они откликаются, когда я не могу, если, 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 когда, Если у вас есть очень хорошая жизнь, и я чувствую себя железо, и они у вас есть хорошая жизнь. Или, да, маленькие вещи. Но мы должны не чувствовать себя. Я не могу сказать, что это натуральное, но не нужно быть агрессивным, и не нужно ни разу, ни разу. Я не хочу любить всех в мире. Когда я вижу радикальные люди, я их не уважаю, но потом я думаю, потому что у меня есть мозг, и я знаю, что я не могу решить свои проблемы с оффенсивными действиями. Я не знаю, неуважение, невозможность принять соседа, который курит или кашляет по ночам, мешает спать, невозможность принять людей, которые ходят по коридору мимо номера. Я просто понимаю, что я тоже кого-то раздражаю. Я сам даже не понимаю, чем. Просто тем, что какой я, как я себя веду. Я стараюсь этого не делать со всей силы, но наверняка раздражаю. Потому что, может быть, на велосипеде еду слишком опасно по городу, и водители с ума сходят, боятся меня сбить, мешают. Ну, я так делаю. И я понимаю, что, в принципе, другие люди тоже имеют право раздражать меня. То есть они-то меня специально не раздражают. На самом деле это во мне проблема почему-то. Я раздражаюсь на них. Я думаю, будет интересно многим услышать. Многие что-то рисуют, там скетчи какие-то, там те же самые малискиновая вся эта эстетика. И как у вас получается в каких-то набросках, разрозненных жизненных ситуаций, наблюдений, привести это все в какую-то историю, чтобы было интересно смотреть? Есть, на самом деле, один источник, откуда все берется. Откуда берутся любые истории. И именно ситуация, это и есть такой источник. Главное, иметь вот такие вот настроенные уши на то, чтобы выводить из вот этого потока жизни свою историю. То есть я может быть на тренинге или на бассейне, и я может видеть что-то, и я думаю, что это интересный человек. И я просто говорю, да-да-да-да-да-да-да-да. Иногда ты только имеешь в виду нового персонажа. И ты не знаешь, что ты делаешь, и что ты делаешь, и что ты делаешь. Ну надо заставиться сесть там, привязать к столу, выбрать такой день правильный. Я просто заранее приготовлю себя к этому моменту. Отборуется. Продолжение следует... INGS АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Конкретных идей нет. Я думаю, она должна появиться в каком-то вот таком спокойном состоянии, когда никого не будет рядом, когда у меня будет возможность сидеть денек дома или погулять по городу там. Вот. Есть некое ощущение, что это будет все-таки не национальный вопрос, я хочу уйти от каких-то конкретных моментов, внешних проявлений, куда-то более внутренние вот эти вещи, которые меня интересуют, о которых я говорил, о внутреннем дезреспекте к самому себе, о необходимости, а ощущении того, что нужно идентифицировать себя с кем-то другим, вот эти группы, которые собираются там по признаку там совместного времяпровождения каких-то интересов и говорят там, я болельщик за Зенита, а ты болельщик за Спартак, мы враги, там. Вот такие вещи. Ну, как это вот так. Сложно сказать конкретнее. Есть такое мнение, что те, кто таджиков бьют, извините, вот такой пример, на самом деле, вот так вот, да, они комиксы не читают, а те, кто комиксы читают, те таджиков не бьют. То есть это разная группа людей, и есть определенные сомнения, что вообще он дойдет по назначению. Но, может, это идет. Я вообще не так уж хорошо знаю вот молодых людей теперь, там, 16-18-20-летних, чтобы сказать так четко, что вот. Может, они читают комиксы, я не знаю. Можно просто нарисовать понятно, может, какой-то авангард, там, какой-то выход, там, арт какой-то и так далее. Понятно, это практически плакат. Поэтому просто, ну, просто, ну, понимать, что другие люди, они другие, они там, иначе одевают, иначе себя ведут и так далее. Ну, наверное, это сложно достаточно, потому что вот, с одной стороны, плакат, с другой стороны, не привык делать плакат. То есть хочется, с одной стороны, что-то такое очень сложное и непонятное сделать, с другой стороны, должно быть все понятно, что я хочу сказать. Я думаю, что я буду делать для меня. Я не знаю, что я буду помочь. Я работаю в школе, в школе. Я не знаю, что они любят, что они любят. Я думаю, что я буду делать то, что я буду делать. Я думаю, что я буду делать умор. И я не думаю, что лично, я люблю умор. Потому что, для меня, это очень серьезный вопрос. Я думаю, что мы в основном связаны с нашими работниками, которые являются сатири политической и социальной. И смешно. Да, мы делаем людей любовь. Мы хотим сделать что-то смешно. Но это тоже имеет влияние политического. Как вы говорите, что умор является лучшим оружием. Да. У меня есть хороший материал. Это книжный британский британский британский, который был из-за Ален Маршал. Он был ex-Skinead. Это называется «Бибель о Скинеаде». И моя история будет основана на этом книге. Он будет основана на фактах этих книгах. И некоторые социологические исследования, которые я получил из интернета, из открытых sources Шарпс, «Скинхэд против расистских прежидий», и некоторые другие антифа-сайты и так далее. Я пока еще не знаю, о чем будет мой комикс. Сейчас как раз такой период, когда идет, что ли, не знаю, вызревание, какое-то вынашивание. Это будет что-то необычное. Для меня важнее всего донести какую-то идею, связанную с... Тут же все, почтение какое-то. У нас, в современной культуре, есть действительно очень... Ну, не то чтобы закрытость, но мы мыслим всегда какими-то отдельными. Мы все разделяем. Мы разделяемся на группы, разделяемся на какие-то вот сферы. Но человек, он, если сам по себе, он намного шире любых там вот каких-то сообществ. У меня, на самом деле, это непонятно. Как вот, честно, человек говорит, там, я там, не знаю, я скинхед, там, или я там болельщик. А он как бы сразу себя, ну, загоняет в такие узкие-узкие рамки, да, там. Потому что, ну, жизнь, она намного шире и богаче не может быть загнана ни в какие рамки, да. И вот тема уважения, это именно уважение к, ну, к человеку в целом. Вот получилась такая большая сорянка из самых разных художников. Чтобы всем было очень интересно. Дискуссия пошла очень легко. То есть, каждому было что сказать. Главное – это общение. Тианый – это очень хорошо. Ваши — это оченьRich. Я все равно посажу. По-настоящему. Это Галитарской синий. Мdot. А также в будущем. Ваши — это очень большой. Из-за того, как только отец, коему-техни, украшения. И с чего-то, что-то в учебе. Быть там, рассмотреться и поговорить с другими интересными группами Это была хорошая идея И в связи с работой в группе Я думаю, что это всегда очень важно Делать идеи с которыми вы знаете В Германии, у меня есть арт коллектив И у меня есть артисты, которые я работаю И это всегда уничтожает мне работа и жизнь Так же самое, что на большой сцене Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok